Антонина Изотовна, добрый день. Рад видеть студию Беларусь 4. Здравствуйте, Александр. Ежегодно растет число резидентов свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Безусловно, это не может не радовать. И все же буквально тезисно в самом начале, чем привлекательна для инвесторов наша приграничная Гомельщина. Да, действительно, мы каждый год регистрируем новых резидентов. Это порядка 6-7 резидентов. В этом году мы зарегистрировали 6 новых резидентов свободной экономической зоны. Но чем привлекательна Гомельская область? Это прежде всего географическим положением. Очень близко мы находимся в 50 километрах от Российской Федерации и 50 километров с Украиной. Затем у нас находятся 7 университетов в Гомельской области. Это всегда инвестор подчеркивает высокую квалификацию наших кадров. Не только инженерно-технических работников, экономистов, но и рабочей специальности, которые выпускаются колледжами. Начинать по понятным причинам всегда непросто. Какую поддержку готовы оказать вы и ваши коллеги на старте бизнеса? Администрация свободной экономической зоны является одним окном для инвестора. Когда к нам обращается инвестор, мы все его просьбы удовлетворяем. То есть мы подыскиваем площади, регистрируем в течение одного дня любое предприятие, то, которое соответствует законодательству Республики Беларусь. Пишем бизнес-план по договору с инвестором, размещаем его и затем сопровождаем проект за весь период реализации этого проекта. Мы участвуем во всех вопросах, проводим учебные различные мероприятия, встречи с таможенными органами, с налоговыми и так далее. Начиная с 1998 года выделялись площади, незадейственные, производственные складские помещения, которые организовались, можно сказать, уже с 1990 года, после развала Советского Союза. Это и Коралл, это и Радиозавод, и Кристалл, ну и ряд других площадей, где можно дать быстрый старт любому инвестпроекту. То есть это готовая коммуникация, это плюс для инвестора? Конечно, прежде всего коммуникация. Ну и для того, чтобы был дан быстрый старт, достаточно, может быть, небольших площадей, которые в дальнейшем они что-то пристраивают, делают новые проекты. Успешных примеров такого перерождения производственных площадей, неиспользуемых, достаточно много, не только в Гомеле. Ну и в Гомельской области, да, можно привести ряд примеров, это и Белстеклопром, и Бекерсистема, Везаге, Фрешпак Солюшенс. Это я не называю даже, как называется проект, потому что мы неоднократно говорили об этих предприятиях. Это немецкий капитал и французский капитал Комконт, он тоже располагается на бывших площадях. Делком-40, пусковые двигатели, 55 тысяч квадратных метров. И в этом году мы зарегистрировали новое предприятие, это Мозорский лесозавод, где они выкупили 44 тысячи квадратных метров неиспользуемых производственных складских помещений в Мозоре, бывший спиртоводочный завод. Это тоже очень важно для Мозоря, потому что действительно это такое предприятие, которому не надо уже такие большие площади, которые нужны были ранее для выпускаемой продукции. И все-таки справедливости ради, как мне кажется, в первую очередь, наверное, для администрации свободной экономической зоны было бы проще пустить строить с нуля инвестора. Все-таки это принципиальная позиция региона, как я понимаю. Да, это сложившаяся практика, и можно сказать, что это принципиальная позиция. Конечно, проще предложить инвестору строиться с нуля. Мы предлагаем, тоже такие у нас участки есть, но их не так много. Это у нас есть в Рогачеве такие участки, два участка где-то в Гомеле. Но, однако, мы больше упор, так сказать, делаем на свободных площадях, для того, чтобы возрождение этих площадей проходило. Ведь смотрите, на бывших площадях Коралла 18 предприятий, резидентов СЭС находятся. Построена дорога, на радиозаводе 6 резидентов. И вот сейчас, в этом году уже проводятся переговоры с крупной компанией «Фасинг» польской. Приезжал президент этой компании по выкупу 18 тысяч квадратных метров площадей на радиозаводе и размещение нового производства цепей для горнодобывающей промышленности. И тоже будут созданы новые рабочие места, инфраструктура новая. Уникальное производство в том числе. И уникальное, да, для Республики Беларусь. Это новое производство, у нас таких нету производств. Которое вот мы планируем, оно будет в следующем году создано. Другими словами, инвестиции сегодня помогают не только менять облик городов, но и напрямую влияют на настроение людей. Ну, конечно, это прежде всего, я бы сказала, влияют на настроение людей. То есть, если человек получает достойную заработную плату, что инфраструктура улучшается, он гордится тем предприятием, на котором он работает, он рассказывает детям, внукам о нем, ну, поднимается настроение. Да и вы, со своей стороны, улучшая инфраструктуру того или иного резидента, даете возможность пользоваться ей и жителям города. Конечно, всем жителям города. И я часто слышу, я как депутат областного совета по Первому Олимпийскому округу, как раз там, где находится свободная экономическая зона. И часто слышу от наших жителей города, что очень хорошо, что строятся новые дороги. Вот по Кораллу четырехполосная дорога построена. В этом году в районе Алкапака будет сдана в эксплуатацию новая дорога. То есть, это идет разгрузка основных магистралей на второстепенные дороги, так мы их назовем, на радиозаводе в этом году. Ну, возле радиозавода, это объездная 9, новая дорога вводится в эксплуатацию. Тоже очень хорошая инфраструктура, там с хорошей стоянкой, потому что там находятся, конечно, крупные наши предприятия, и Веза, и Фрешпак, и тот же радиозавод, и ФБА, который шьет бронежилеты. Ну, то есть, это интересное производство, и теперь инфраструктура там будет, будут автобусные остановки новые. Антонина Изотовна, желаю успехов в новом 2020-м. Спасибо. До новых встреч в эфире. Спасибо огромное. Спасибо, до встречи.